К другим темам. В России отмечают День социального работника. Труд этих людей нелёгок. Взяться за дело по уходу за немощными и престарелыми берётся не каждый. Сказать однозначно, профессия это или призвание сложно. Одни помогают ближнему по зову сердца, другие по долгу службы. И тем не менее, каждый из этих людей посвятил себя благородному и доброму делу. Продолжение в репортаже Светланы Лащ. Принято считать, что начало социальной защите положено более трёх веков тому назад. В 1701 году Пётр I подписал указ об определении во владениях святейшего патриарха богоделен для нищих, больных и престарелых. Последующие правители благое дело продолжили. Увидеть в каждом человеке ближнего своего задача тех, кто держит ориентир на добродеяние и в наши дни. От суммы не зарекайся, рассказывает отец Сергий, диакон Новорингойского храма Серафия Масаровского. Он призван заботиться о тех, кого в храм привела нужда. Это какого-то временного пребывания людей, без определённого места жительства, которые попали в трудную жизненную ситуацию, ту или иную, и по какой-то причине оказались на улице. В маленьком приюте при храме 20 койко-мест. Летом здесь немноголюдно. Пик приходится на морозы. Поселенцы в большинстве своём временные, хотя есть и постояльцы. Николай Жук один из них. При храме вот уже без малого два десятка лет. Сейчас заведует вещевым складом для малоимущих. Тоже попал в беду и пришлось прийти в церковь. Кто осознаёт свои ошибки, кто хочет исправиться, они у нас остаются. Постояльцев у нас таких человек семь. Они остаются, они трудятся у нас, несут послушание и стараются меняться. А это уже другая история. О социальном работнике Марине Перминовой. Свою службу она считает призванием. Её всегда ждут почти два десятка подопечных, убелённых сединами. А значит, заботу женщины не в проворот. Убрать, приготовить, сбегать в магазин, аптеку или в ЖЭК. Да мало ли ещё. Здравствуйте. Я вам лекарство принесла, Арида Васильевна. А ты меня запоишь лекарство, милая моя. Пенсионерка Ираиде Мильшиной 88. Она шутит. Связь с соцработниками у неё почти телепатическая. Вот я только подумаю о ком-нибудь из них. Вот только подумаю, хоть бы мне бы в аптеку сходить или в магазин кто-нибудь сходил. Тут как нарочно или Марина звонит, или Таня всё время, или Алина. И лаской своей, и добротой своей они мне всем помогают. Всего около трёх сотен пожилых и инвалидов находятся под опекой сотрудников Новоуренгойского центра социального обслуживания. Сюда они приходят как старые добрые друзья. Доверительные отношения со всеми нашими получателями социальных услуг. Иногда даже рассказывают такие секреты, которые родственникам не сказали бы. И это дорогого стоит. Светлана Лащ, Артур Цвелюк, Давид Давитошвили, Служба новостей «Импульс».